Всем привет, уважаемые зрители канала Амаркет. С вами Александр Котин. И это мой традиционный обзор финансовых рынков. Рассмотрим валютные пары. Если бы были вопросы под предыдущим роликом, мы бы еще посмотрели какие-то акции, если бы они вам были интересны. Поэтому, если вопросы появляются, пожалуйста, пишите их в комментариях. И в следующем своем видео, которое выйдет через две недели, я надеюсь, в этот раз перерыв был чуть побольше, Я посмотрю эти инструменты, которые вам будут интересны. Как обычно, приглашаю на бесплатную консультацию. Что сделаем? Поработаю с вашей ситуацией в течение 40 минут. Посмотрим, что у вас сейчас происходит в сфере трейдинга, какие есть проблемы, что мешает прийти к тому, чего вы хотите. Как это вы себе представляете, вообще как это должно выглядеть. И что мешает прийти к тому, чего вы желаете, к вашему желаемому результату. Записаться на консультацию можно по ссылке в описании. Сразу же попадаете в мой WhatsApp. Договариваемся по времени и созваниваемся, работаем. А теперь давайте посмотрим, что происходит на финансовых рынках. Итак, начнем мы с вами традиционно с евро-доллара. Что видим? Продолжается коррекция. Здесь достаточно хорошо прослеживаются волны. 1, 2, 3, 4, 5. Вероятно, в волне С пока это вопрос. Будем наблюдать за развитием ситуации. Здесь у нас что? 1, 2, 3. Вероятно, третья волна. В пятой волне всего вот этого импульса хорошо видно. По завершению не исключено, что можем пойти на разворот и дальше по тренду к обновлению максимумов, получается, января. Идем дальше. Британский фунт. Если смотреть на неделю, на недельном графике, здесь, на мой взгляд, пока только 1, 2 и 3. Вот эти вот три фрактала, их как раз таки хорошо видно в третьей волне. Но есть ощущение, что последний импульс, он не закончен. Хотя бывает такое, что без дивергенции. Дивергенция есть вот тут, но в последнем движении ее не было. Поэтому не исключено, что идет развитие коррекции только внутри вот этой волны, которая началась приблизительно в сентябре прошлого года. И в данном случае идет развитие импульсной волны. То есть одна импульсная волна была, коррекция была, точки входа из зоны предыдущей коррекции тут были. Конечно, я не все брал и не все отработал. В этом месяце я уже сделал приличный профит, порядка 30%. К сожалению, не помню точную цифру. Но вот была зона предыдущей коррекции, она отмеченная. Вот здесь был крутейший просто дивергентный бар, который можно было отработать и до сих пор находиться в рынке. А я взял вчера точку входа по франку, уже вышел, к сожалению или к счастью. Но мне хватило. В данном случае объясню, как совершал сделку. В принципе, видно, это все мои сделки за текущий месяц. Это небольшой счет, я с него выводил средства. Потом буду заводить снова. Но остается фактом, что здесь за месяц получен профит. В принципе, даже если на то пошло, я могу показать кривую доходности. Потому что этот счет у меня замониторен. Просто заранее не подготовил. Но это недолго будет открыть. Вот так это все будет выглядеть в мониторинге. 26% получается у меня за текущий месяц. Февраль был неприбыльным, но 26% наверное это больше, чем я делал когда-либо. Вот тренд восходящий. Ну понятно, что я выводил средства. Буду позже их снова заводить сюда. На дневном графике Франко, что мы видим? Здесь получается А. 1, 2, 3, 4, 5 вероятной волне С. Еще максимум не обновили. Но при появлении дивергентных паров я решил просто закрыть позицию и больше ее не удерживать. Что называется, мне хватило и этого. Дальше, что иена. Традиционно она не особо читаемая. На недельном графике я считаю, что она снова уходит в данный сужающийся диапазон. Возможно это какая-то сложная волна B, которая здесь продолжается до сих пор на неделях. И у меня выделена зона волны А. Куда вероятнее всего мы будем пытаться приходить уже позже. Поэтому торговля здесь достаточно сложная. Иену я обычно в торговлю не беру. Но так как у меня здесь есть отметки в виде волн А, В и С, то в волне С завершилась, на мой взгляд, только третья волна. И еще не хватает импульса вверх для того, чтобы завершить ее структуру. Вот потом возможно развитие снижения какого-то. Дальше, что австралийский доллар. Тоже один из инструментов, который хорошо читается в данный момент времени. На недельном графике здесь был мощный дивергентный бар. Завершился импульс. И сейчас мы видим развитие вероятной коррекции этого импульса в зону предыдущей коррекции. Здесь был импульс вниз. Я не буду утверждать, что это первая, либо волна А. Это может быть первая волна в волне А. Поэтому это может быть все что угодно. Поэтому я предпочитаю рассуждать немного по-другому. Был импульс, была коррекция. Я ищу точки входа с коррекцией в новый импульс. Эта логика мне нравится больше. Она не вводит в какой-то анализ, какие-то мыслительные процессы, которые, соответственно, рынку неизвестны. И так или иначе в ожидании, в прогнозировании. И то, чего в принципе я не люблю. Это строить на рынке ожидания, делать какие-то прогнозы. В данном случае я просто обращаю внимание на развитие паттерна. И вот я вижу, что текущий импульс не закончен. И как он будет заканчиваться. И когда он закончится. Я уже потом буду его складывать с предыдущим импульсом. И смотреть, что это такое. Будет ли между этими двумя импульсами дивергенция. И вот тогда можно будет делать вывод о том, коррекция это, либо это развитие импульса вниз. Новозеландский доллар очень тоже сильно походит. Здесь был импульс удлинением в пятой волне. 1, 2, вероятно 3, либо АБЦ. Пока нам это неизвестно. Здесь была тоже мощная точка входа, которую я не взял просто потому, что пропустил. Но такое бывает. Не все точки входа мы можем взять. Взять можем только то, что можем унести, как говорится. Дальше что? На дневном графике канадского доллара 1, 2, вероятно 3. Идет удлинение волны. И тут еще нет дивергенции, получается, в последнем движении. Но я бы не советовал заходить в так называемую предполагаемую пятую волну. Потому что, на мой взгляд, это практически всегда слабая сделка. По причине того, что очень часто бывает, что рынок здесь уже разворачивается. А мы пытаемся в завершении тренда заходить. Когда уже очень длительное время движение шло вниз. Но, конечно, может еще столько же идти вниз. Потому что на рынке может быть все что угодно. Но в данном случае, если мы заглянем с вами в часовики, приблизительно. Текущее движение вверх выглядит как некий ABC паттерн с дивергенцией 1, 2, 3, 4 и 5. Вот тут возможно удлинение. То есть, прежде чем вы куда-то зайдете здесь в шорт, можно схватить 1, 2 стопа. Это, в принципе, нормальная история. Вчера я проводил воркшоп и как раз таки на золоте мы несколько раз пробовали входить в продажи. Раз, два, три, четыре. Вот с пятого раза только я зашел, забрал и забрал профит. И, соответственно, покрыв все вот эти вот три минусовых сделки, еще и взял небольшой плюс. Но так как у меня была еще сделка по франку, которую я показывал. Соответственно, мне удалось даже закрыться в профит. Вот так это работает. То есть, меня здесь, в принципе, ничего не смущало. Я просто продолжал продавать. Потому что ситуация была логичная для продаж. Но, так как эти продажи выполнялись со сложной волны B, никогда не сказать, где она завершится. То есть, она выглядела здесь в виде треугольника, по всей видимости. И то, что сейчас происходит с золотом, давайте вернемся на Дели и посмотрим. На мой взгляд, здесь идет развитие коррекции ABC-паттерн и волна С. Она находится в третьей волне. И пятой волны, вероятно, еще не было. Вот. Этот импульс, он достаточно неплохо раскладывается. Особенно на дневном графике его хорошо видно. Если обратить внимание на вот это один, два, вот. И посмотреть вот на эти фракталы. То есть, у нас три фрактала получается в третьей волне. И, вероятнее всего, у нас развитие четвертой. Возможно, четвертая волна не закончена. Это пока большой вопрос. Поэтому, в данном случае, я просто иду по рынку и не строю предположений. То есть, пока я вижу вверх какой-то импульс. Он у меня выделен линией. Возможно, это два импульса. Мне это не важно. Я вижу, что прошел импульс вниз. Была какая-то сложная коррекция. Обычно такая коррекция в волне B образуется. И, возможно, была первая в C. И вот цена откатывается снова к линии баланса четырехчасового графика. Я, возможно, перешел бы на меньший таймфрейм. И посмотрел бы за точками входа на продажу. Вот. С 30-минутного таймфрейма, вероятно, вот эта точка входа, она рабочая. То есть, вот именно этот бар, чтобы с него можно было продать, за его максимум поставить стоп. Соответственно, пойти вниз. Да, тут нет ангуляции, но это всего лишь потому, что здесь завершается коррекционная волна. А при завершении коррекционной волны, как правило, ангуляции нет. Это по моему же опыту. Поэтому в данном случае вот импульсная волна. Она здесь вот так завершилась. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. То есть, видите, все по фракталам раскладывается прекрасно. Все волны видно. То есть, вот фрактал. Это первая волна. Потом вторая. Потом первая, вторая. В третий. Третья, в третий. Четвертая, в третий. Пятая, в третий. Третья закончилась. Потом четвертая и пятая. То есть, вот структура третьей волны. Ее видно. А это все. Это А, Б и С. То есть, где Би уходит за минимум предыдущей волны. Потому что здесь тройка внутри нее. Ее хорошо видно. либо какая-то сложная история с завершением завершением тройкой вот поэтому я считаю что отсюда есть возможность дальнейших продаж в вероятно в какую-то третью волну и цена может уйти даже вот до этого минимума вполне это реально мало того что я буду следить за этим минимумом как мы его будем пробивать но следил бы если я был рынке я уже наторговался в этом месяце поэтому я никуда заходить не буду и когда я делаю сверхприбыль я просто останавливаюсь это не значит что там прет и надо идти дальше как бы я меру знаю поэтому это же советую вам если для вас то приемлемо конечно же давайте посмотрим что происходит с серебром на мой взгляд здесь прошел импульс этот импульс корректируется возможно коррекция может снизиться довод этих значений 2150 где-то примерно так пока эта коррекция сложная в принципе это сложный рынок для торговли поэтому его я не беру и вообще не рассматриваю индексы sp500 давайте обратимся к недельному графику здесь образовался дивергентный бар уже второй подряд то есть это можно рассматривать как классическую двойную вершину но я бы наверное обратил внимание на линии баланса и обратил бы внимание на то что это возвратный откатный рынок и такой характер рынка он присущ непосредственно удлиняющимся импульсом поэтому в данном случае я не вижу чтобы на дневном графике рынок поставил так называемую жирную точку как это происходило допустим ну хотя бы вот здесь да тут это было видно было дивергенциям туда тоже есть поэтому обращайте вот на это внимание смотрите за тем что здесь происходит не исключено что здесь возможно завершение и развитие вниз движение как мы с вами говорили в зону вот этой предыдущей коррекции вот так вот потому что несколько дивергенций с одной стороны это выглядит как удлинение с другой стороны это выглядит как завершающийся импульс в силу того что на старшем масштабе есть уже два дивергентных бара и даже есть такая небольшая ангуляция то есть расстояние между линии баланса я имею ввиду зеленую я вот на это расстояние обращаю внимание до зеленой линии баланс ну потому что не по книжкам учился хочу напомнить так не скромно да а у джастин вильямс то бишь у дочери билла вильямса дневной график биткоина здесь дивергенция и вот тут сложно сказать будет ли еще движение будем ли мы еще этот максимум обновлять с одной стороны на дневном графике это выглядит как один два три четыре и возможно здесь еще пятая волна обновление максимума с другой стороны здесь уже была дивергенция этот максимум и обновили это может быть достаточно для того чтобы все это завершить но при рассмотрении четырехчасового графика это последнее движение вниз она выглядит как и бисе паттерн и если провалиться еще пониже то есть взять примерно часовик и посмотреть что здесь происходит то это будет выглядеть как сложная коррекция волне би вот она некий такой треугольник ну не очевидный но вполне такой потом 1234 развитие 5 то есть обновление этого минимума чтобы я делал я бы дождался пока вот этот паттерн завершится и даст первую волну вверх с их коррекции в более безопасный с более безопасной точки входа пошел бы в покупке вот и все если она там будет и все так сложится было бы вообще отлично нефть марки бренд я считаю что идет коррекция коррекции здесь по времени могут быть более продолжительными чем где-либо чем в предыдущем допустим движении хотя там тоже были большие коррекции здесь я обращаю внимание на то что скорее всего это идет развитие только лишь волны а в коррекции 1 2 3 4 волны развитие кого-то восходящего импульса и на четырех часах получается что будет 1 2 вероятно 3 то есть вот дивергенции 1 2 3 4 5 это видно что здесь можно сделать я бы дождался пока весь паттерн достроиться кстати волна а она может быть как тройкой так и пятеркой так что это не не факт что именно так здесь все и закончится и попробовал бы в c зайти из волны b больше я бы здесь ничего не делал не советовал бы либо если бы я торговал позиционно такая торговля мне тоже нравится на дневном графике я бы дождался пока вся коррекция закончится и взял бы точку входа дневного в покупке ну пожалуй эта идея более такая подходящая и лично для меня не знаю куда для вас также давайте посмотрим что происходит с фьючерсом на доллар фьючерс ну хотя бы там текущий смотрите что здесь видно на мой взгляд вот это был и бисе паттерн я вам про него говорил вот 1 2 3 4 5 волне c если взять масштаб поменьше там будет видно всю все дивергенции вот они в третьей волне волны c и получаются вот пятая волна и вот дивергенция между 3 и 5 волной вот 1 2 3 4 и 5 дальше здесь идет развитие импульсной волны точка входа здесь достаточно интересная была только в 30 минутах с очень коротким стопом и вот это движение можно было забрать но так как я в 30 минут не захожу что я делаю я пропускаю первый импульс вверх он рано или поздно все равно закончится даст коррекцию и более позиционно я уже буду заходить в покупке и считаю что это развитие какой-то волны в новом восходящем импульсе как говорится время покажет там будет видно индекс ртс ртс индекс ртс та же самая история здесь я считаю могла завершиться очередная тройка типа вот такой ABC коррекции в некой волне е ну или д старшего порядка и может быть развитие некой волны и вниз о чем я говорю о том что если мы откроем склейку этого фьючерса то где-то примерно где-то примерно на недельном графике мы увидим треугольную коррекцию которая там существует что называется с незапамятных времен даже не на недельном а примерно на месячном тут всей истории к сожалению нет но если вы найдете вы убедитесь в том о чем я говорю вот поэтому в данном случае очередная тройка вполне здесь возможно кстати мощный был бар на недельном графике с мощным таким закрытием либо это развитие 1 2 3 4 то есть как минимум под линию баланса дневного в течение недельного графика мы можем сходить что было на дневном на дневном вот здесь была сложная коррекция в виде некого треугольника первую вторую мы здесь не видим но она где-то здесь есть 3 4 5 4 это вот это все это вся сложная коррекция здесь какой то есть первый импульс вниз поэтому я буду дожидаться его завершения его коррекции свой коррекция уже буду смотреть точки входа на продажу вот что касается индекса ртс на этом у меня все также жду ваши вопросы в комментариях для того чтобы я мог ответить на них своем следующем видео ну и также напоминаю что вы можете по ссылке в описании записаться на мою бесплатную консультацию в течение 40 минут поработаю с вашей ситуации ситуации поймем что происходит чего вы хотите и что мешает вам к этому прийти также составим детальный план дальнейших действий если он вам будет нужен но если вам будет необходима моя дальнейшая помощь я расскажу как ее можно получить на этом у меня все с вами был александр котин желаю успешного трейдинга до новых встреч пока